Время для пеших прогулок. Какие самарские улицы перекроют во время чемпионата. Не упасти последний шанс. В Самаре открывается билетный центр ФИФА. Нам лучше знать. Самарцам доверили самим разработать туристические маршруты. Кроют козырями, но в вокзальную ремонтируют большими картами. Детская площадка против гаражей. Кто победит? История двора в Жизнь в дорожном районе Самары. Самая актуальная тема последних дней. Как и на какое время будет перекрыт центр Самары в Дне Мундиале была раскрыта сегодня. На сайте городской администрации Самарской газеты опубликованы схемы движения. Доступ в старый город на автомобиле будет только у тех, кто получит специальный пропуск. Где их можно будет получить, выяснила Лариса Шалафаст. Во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены особые миры безопасности. Таково требование ФИФА. Поэтому улицы вокруг площади Куйбышева, где расположится фан-зона, станут пешеходными. В дни проведения матчей 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля зона перекрытия будет больше. Из 32 дней проведения игр Чемпионата мира, 26 дней, то есть 80% этого периода, зона ограничения будет проходить лишь в пределах двух кварталов от площади Куйбышева. И только в дни проведения матчей Чемпионата мира в Самаре, 6 дней, зона ограничения будет расширена от площади Революции до Маяковского. В зону перекрытия беспрепятственно въезжать сможет общественный транспорт, а вот водителям, которые живут и прописаны рядом с фан-зоной, нужно оформлять спецпропуск. На каждый автомобиль выдается один пропуск, содержащий информацию о том, куда ему нужно будет проехать. Документы на аккредитацию можно подать в период с 17 апреля по 14 мая в пункты приема заявлений. Перечень документов можно найти на сайте городской администрации. Прием документов идет с 10 до 20.00 без обеда в рабочие дни. Праздничные и выходные прием не проводится. Также пропуск должны получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в зоне ограничений. Те учреждения, которые попадут у нас в зону ограничения движения, они на свой транспорт также смогут оформить пропуска для обслуживания, подвоза необходимых продуктов, какие-то ценности и так далее. Аккредитация потребуется и такси. Для грузового транспорта на время проведения игр с 1 июня вводится запрет. Он будет касаться автомобилей массой свыше 3,5 тонн. В период игр грузовики смогут проезжать через город только ночью. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В Самаре открылся единственный билетный центр «ФИФА». Располагается он в торговом центре по адресу Московское шоссе 81А. До конца апреля там можно забрать приобретенные билеты во время третьего заключительного этапа продаж. Он стартовал сегодня на сайте «ФИФА», а с 1 мая оставшиеся билеты на игры чемпионата будут продавать в кассах центра. Работать он будет до 31 мая, по будням с 14 до 19 часов, выходные с 10.30 до 7. А уже с 1 июня центр перейдет на ежедневный график с 10 утра до 8 вечера. Это уже очень удобно. Это все куда-то ехать нужно было. А здесь пришли спокойно, без паники, без какой-то тряски получить эти билеты. И уже знать, что ты обладатель долгожданного билета. Что показать туристам? Самарцы решат сами. Общественные организации могут продумать интересные туристические маршруты для гостей. Все инициативы будут поддерживать члены Общественной палаты Самарской области. Они помогут собрать информацию о памятниках и знаковых местах города. Проводить экскурсии на разработанных маршрутах общественники смогут не только для гостей Мундиалина, но и для туристов, которые приедут уже после игр. Здесь мы однозначно подчеркиваем, что Общественная палата нашим экспертным мнением, экспертным сообществом с привлечением, конечно, музейщиков, привлечением туристической сферы, конечно, Департамента туризма, администрации Самарской области. Мы все-таки должны посмотреть, какая информация, какая содержательная часть у этих экскурсий имеет место быть. Долгожданный ремонт «Новый вокзальный» стартовал в Самаре. Его проводят в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Улицу приведут в порядок на участке от Солнечной до Вольской. Ремонтируют большими картами протяженностью свыше 100 погонных метров и преимущественно ночью, чтобы не затруднять движение. В чем убедилась Лариса Шалафаст. Тяжелая техника на «Новый вокзальный» срезает старый слой асфальта. Работают ночью, чтобы не затруднять движение транспорта. За смену рабочие снимают порядка 5000 квадратных метров покрытия. По словам специалистов, фрезеровку завершат в течение двух недель, вне зависимости от погодных условий. Затем участки очистят, зальют битумные эмульсии и начнут укладывать асфальтобетонную смесь толщиной не менее 5 сантиметров. На высокопрочных материалах тип «Б» марка 1. В принципе, это высококачественный асфальт. Я думаю, что он будет держаться там не один год, а 5-6-7 лет. Ремонт выполняют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Когда приступят к укладке асфальта, одну полосу движения на «Новый вокзальный» планируют закрыть. Самарских водителей временные трудности не пугают. Долгожданному ремонту дороги только рады. Старался избегать вообще дорогу объезжать. Дорогу в безобразном состоянии. Думаю, ну да, конечно, пора уже давно. Хорошо, что взялись. Наконец-то приведут дорогу в порядок. Заказчиком ремонта выступает Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. Всего в плане на этот год привести в порядок большими картами более 80 проблемных участков во всех районах города. Из этого перечня 38 участков дорог обновят по федеральному проекту. При формировании плана работ мы руководствуемся именно мнением жителей органов ГИБДД, Общероссийского народного фронта, других общественных организаций. То есть это решение принимается с учетом мнения жителей нашего города. В этом году Самара принимает чемпионат мира по футболу, поэтому масштабный комплексный ремонт пришлось отложить. Его наибольший объем заранее включили в план работы и выполнили в прошлом сезоне. В этом году в Самаре обновят 80 километров дорог. Качество ремонта проконтролируют не только городские власти, но и общественники. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Гаражный лабиринт. Еще 50 самовольно установленных конструкций, прозванных в народе ракушками, вскоре отправят на свалку. Речь идет о гаражах в одном из дворов железнодорожного района Самары, что изуродовали и внешний облик территории, и заблокировали все пути к детской площадке. Как будут бороться с проблемой, выяснил Даниил Лучко. В одном из дворов железнодорожного района стоит 50 самовольно установленных гаражей. Все бы ничего, вот только к детской площадке не подойти, говорят жители. Малышам приходится играть в соседних дворах. Нашим детям негде гулять, нашим бабушкам-пенсионерам негде сидеть. То есть хотели бы выйти бы на улицу посидеть, но они не могут, потому что у нас все заставлено гаражами. Сами понимаете. Детишки ходят в соседние дворы, им это неудобно, конечно, мамам. Хотелось бы, чтобы свой двор... Эти гаражи просто мешают спокойно жить и отдыхать людям, во-первых, детям. Самарцы обратились за помощью в районную администрацию. В октябре прошлого года жители подали заявку на участие в программе «Комфортная городская среда». Для того, чтобы сделать красивый и уютный двор, гаражи надо вывести. Глава железнодорожного района уже провел несколько встреч со старшими домов и отправил уведомления владельцам гаражей, чтобы они самостоятельно приняли участие в вывозе. Мы планируем провести здесь уже встречу с теми владельцами, у которых есть вопросы, как мы это будем делать. Ну, соответственно, я надеюсь на понимание людей, потому что те люди, которые живут в этом дворе, я думаю, они сами не откажутся это сделать, потому что это нужно их детям, им самим. Те жители, которые когда-то в силу обстоятельств гаражи поставили, уехали и бросили их здесь, ну, эти гаражи, значит, будем демонтировать принудительно. Гаражи планируют убрать до конца лета, а уже осенью здесь будет красоваться новая детская площадка и отремонтированная дорога. В качестве компенсации за гаражи будут добавлены дополнительные парковочные места. Вадим Тюнин также проверил состояние двора у дома на Гагарина 65. Территорию благоустроили еще четыре года назад. С тех пор жители тщательно заботятся о внешнем виде игрового комплекса. Сюда сбегаются играть дети со всех соседних дворов. Вы знаете, что вот я хочу сказать, что как-то люди бережно относятся и к инвентарю. Вы видите, вот как будто вчера все это сделали, да, и молодцы, все очень бережно относятся. И у нас такого нет, чтобы вот, как говорят в некоторых дворах, там, значит, молодежь гуляет, бутылки там валяются. У нас такого нет. Жители железнодорожного района на субботнике планируют посадить деревья у себя возле дома. Во дворе много дачников, поэтому саженцы свои. Главный общегородской субботник состоится 21 апреля. На уборку выйдут активные горожане, студенты и трудовые коллективы. Городская администрация предоставит необходимый инвентарь. Даниил Лучко, Максим Гусев. События. Чистота – залог здоровья не только для людей, но и трамваев. Транспортный парк Самары готовит к лету. У сотрудников ТТУ каждый день субботник. Нужно помыть и почистить свыше 600 единиц техники. На дни чистоты в депо побывал Артем Устинов. Каждый год в апреле трамваи ходят в баню. В чистоте они нуждаются не меньше, чем люди, особенно после долгой зимы. Теперь, когда в Самару пришло тепло, самое время переходить к водным процедурам. Все то, что сыпется у нас на дороге, на тротуары, все это за зиму на обуви наших пассажиров приносится в трамвай. И все вот это приходится выгребать. По 3-4 ведра песка высыпается вот с этого салона. Поэтому вот в этом вся сложность состоит. Автоматическая система моет трамвай снаружи. Изнутри его чистят вручную, протирают каждое стеклышко. На один трамвай тратят всего несколько минут, чтобы вода не повредила систему энергоснабжения. Вера Капотова работает в депо уже 15 лет. Она подсчитала, что за это время помыла не менее 100 тысяч трамваев. Очень приятные, конечно, ощущения, когда он грязный зашел, и когда он чистый. Приятно, блестит на солнышке. Троллейбусы тоже отмывают дочисто. В уборке участвуют не только мойщики. На месячник по благоустройству вышли водители и кондукторы. В салонах оттирают надписи, оставленные подростками на стенках и сиденьях. Используют только воду и моющие средства, не представляющие опасности для аллергиков. Обычные моющие средства, то есть все, которые бытовые применяются, все вот эти моющие средства, то есть и порошки, и таких жестких каких-то специальных смесей, там каких-то агрессивных, очень таких нет. Опоры контактной сети и городского освещения тоже предмет заботы работников ТТУ и муниципального предприятия «Самара Горсвет». Впервые по поручению главы города опоры покрывают специальной антивандальной краской. Высыхая, она образует пленку, на которую не получится приклеить незаконные рекламные объявления. А если получится, то очистить обработанную поверхность гораздо проще, не останется следов клея и скотча. К 21 апреля все опоры на гостевых и туристических маршрутах города покроют специальным составом. Затем в работу возьмут и остальные адреса. В настоящее время закуплено 160 литров краски. В мае будет закуплен такой же объем для того, чтобы, скажем так, провести либо повторное нанесение, либо продолжить работу по другим улицам. До конца апреля весь общественный транспорт «Самары» пройдет комплексную очистку. Месячник по благоустройству организованной администрации города продолжается. Скоро в Самаре пройдут еще два субботника. Ближайший – общегородской, 21 апреля. Принять участие могут все желающие. Гулять по чистому городу так же приятно, как и ездить в чистом трамвае. Артем Устинов, Артем Сулайманов. События. Мы наведем здесь порядок. Под таким лозунгом самарские студенты вышли убирать скверы, парки, дворы и улицы города. Сегодня десант добровольцев высадился в сквере Сафоново, что на улице Красноармейской. Свой мешок мусора с ними собрал и Сергей Кизоркин. Никита Сальников в акции «Чистый город» участвует уже третий год. Уверен, комфортной для жизни Самару можно сделать только общими усилиями всех горожан. Если каждый человек поймет, что экология в наше время – это очень важно, может быть, тогда и станет мусора меньше, и тогда уже субботников станет не так много, как из года в год. Убирать сквер Сафоново вышли две с половиной сотни студентов. Молодежи помогает городская администрация. Горзеленхоз выделил инструменты и пакеты для мусора. Грузовики на низком старте готовы в любую минуту отвезти отходы на полигоны. Субботник именно в этом месте, в Свери Сафоново, он проходит второй год. И как по практике прошлого года мы весело, задорно, замечательно поработали. И сразу же весь мусор мы сразу же с собой убрали. То есть такого не будет, что через день, через два, через неделю будут мешки с мусором, еще что-то. То есть уборка подключена. Сейчас ребята настроены на то, что мы живем в том месте, в том пространстве, которое мы сами создаем. И именно это нам и помогает. Что ребята сами выходят с инициативы, сами предлагают те участки, видят какие-то проблемы и пытаются их решать. Студенты в этом году приведут в порядок в Самаре 10 территорий. Три из них уже сияют чистотой. Хлебная площадь, парк Щерса и сквер на перекрестке Димитрово и Старозагора. Цель акции под названием «Чистый город» не является стопроцентной исключительно в уборке территории. Безусловно, мы преследуем цель вовлечения ребят в экологическое движение и благоприятное отношение к своему городу. И здесь мы прослеживаем достаточно положительную тенденцию и уверенную динамику в росте количества участников в данной акции. Средники и субботники в Самаре будут идти до конца апреля. Предстоит работа в парках «Воронежские озера», «Молодежный нефтяник», в скверах Маяковского, Чехова и на территории вокруг ДК «Октябрь». Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Им песня «Город убирать помогает». На этот раз ученики сотой самарской школы приехали в загородный парк на специальном экологическом автобусе. Традиционная акция «Школьные творческие коллективы» на протяжении нескольких лет приглашают жителей присоединиться к генеральной уборке города. Она, напомню, намечена на 21 апреля. На этот раз ученики сотой школы приготовили агитационные стихии и даже частушки, которые исполнили тут же под аккордеон. Жителям понравилось, и они после этого признали, что после такого приглашения обязательно стоит выйти на субботник. Мать, природу береги, из детских лет ее любви. Ты ее не обижай, а чем можешь помогать? Конечно, здорово. Погода хорошая, ребята хорошие, молодые, веселые. На субботник, в общем-то, и без этого планировали. Знаем, что 21-го общегородской субботник. То есть планируем выйти и убраться вокруг своего дома. Это будет важно для того, чтобы каждый примет участие и каждый поможет нашему городу. Сделать его чистым. Далее, коротко о других событиях дня. Сотрудники прокуратуры и полиции пресекли план экстремистов сорвать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре. Об этом сообщил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайко. По его словам, для своих целей экстремисты собирались привлечь футбольных болельщиков, участников объединения «Тойс». Участники группировки неоднократно избивали мигрантов, а также размещали экстремистские материалы в сети. В итоге, в 2017 году «Тойс» признали запрещенной на территории Российской Федерации. В Самарской области приостановлена работа трех торговых центров. Самарская рента, а также тольяттинских торговых центров «Каретный двор» и «Кольцо». По искам прокуратуры суды уже вынесли решение. В пресс-службе областной прокуратуры заявляют, при проверках выявлены нарушения, связанные с неисправным состоянием установок противопожарной защиты, отсутствием систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, размещением на путях эвакуации разных материалов или оборудования. В Самаре спасали подростков, катавшихся на льдине. Сообщение на пульт дежурного поступило вечером. Выяснилось, что в районе первой очереди набережной Волги требуется помощь подросткам, которые находятся на льдине на открытой воде. Прибывшие на место происшествия спасатели подняли ребят на борт катера, доставили на спасательную станцию, а оттуда передали родителям. МЧС предупреждает, вперед паводка несчастные случаи чаще всего происходят именно с детьми. Родители должны следить за тем, как проводит свободное время ребенок и объяснять детям, как опасно в этот период играть у воды. В Самарской области начал действовать противопожарный режим. Об этом сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, охране окружающей среды и природопользования. В этот период в лесах запрещено разводить костры, бросать горячие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей на частных лиц и от 20 до 40 тысяч на должностных. В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди, сообщают в гидромедцентре. Осадки выпадут в период с 18 по 23 апреля с перерывами. Ночью в эти дни ожидается температура от 3 до 8 градусов. Днем столбик термометра будет колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов. Арбитражный суд Самарской области признал банкротом российско-украинское совместное предприятие, выпускавшее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство. Напомню, в июле 2017-го Самарский завод Авиакор подал иск о банкротстве ЗАО совместное предприятие Международный авиационный проект 140 из-за его задолженности в размере почти 200 миллионов рублей. Иск предприятия был удовлетворен и в октябре 2017-го года в отношении предприятия была видена процедура наблюдения. Жители Самарской области стали чаще покупать подержанные авто. Какие марки пользуются наибольшей популярностью, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня растут. Баррель марки Brent уверенно удерживается на отметке выше 72 долларов. Курс валют на сегодня доллар 61,55 рубля, евро 76 рублей 10 копеек. Золото стоит 2640 рублей, серебро 32 рубля 68 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 61,75 рубля, дороже всего продать за 61,15 рубля. За месяц задолженность по зарплате в стране выросла на 65 миллионов рублей. И по данному Росстата общий объем долга составил почти 3 миллиарда. Почти две трети россиян не беспокоятся из-за снижения курса рубля по отношению к доллару и евро. И не намерены предпринимать никаких действий даже в случае дальнейшего подорожания американской валюты. Следуют и запросы Всероссийского центра изучения общественного мнения. А жители Самарской области стали чаще покупать поддержанные авто. На них приходится более 50% сделок. Самыми популярными марками с пробегом стали Nissan, Audi и Lada. В сегменте новых машин лидируют Skoda, Lada и Ravon. На этом все. Удачи в делах! Выйти на пенсию и пойти в школу. Самарские серебряные волонтеры снова сели за парты, чтобы освоить азы компьютерной грамотности. В роли педагогов ученики 163-й школы. Проводить такие необычные уроки и инициативы к центру социальных проектов. Как научиться серфить и гуглить после 60-ти узнал Артем Устинов. Выход на пенсию – лучшее время, чтобы освоить компьютер. Татьяна Чигарева приехала в Самару несколько лет назад. Вокруг был чужой город, ни одного знакомого человека. Она решила вступить в ряды волонтеров и не прогадала. У нее сразу появились друзья и новые интересы. Теперь Татьяна Андреевна покоряет просторы всемирной сети под чутким руководством самарских школьников. Очень ребята позитивные, доброжелательные. И помогают, отвечают на все вопросы, которые мы задаем. Может быть, мы их правильно ставим, может быть, там неправильно. Но они нас понимают, откликаются на все наши вопросы. Пройти регистрацию в социальных сетях, завести электронную почту, освоить планшет или айфон. Для молодежи – повседневность. Для пожилых людей – часто непреодолимое препятствие. Сотрудники Центра социальных проектов решили – никто не объяснит основы компьютерной грамотности лучше, чем подростки. К каждому, получается, у нас ученику, волонтер селеного возраста, прикреплен наоборот ученик-учитель, который непосредственно обучает, как правильно общаться в социальных сетях, как правильно зарегистрироваться на мероприятия, в том числе и на всероссийские. В таких парах работать непросто, но интересно, говорят участники проекта. Оказалось, что учить не менее сложно, чем учиться, особенно когда твой подопечный старше тебя в четыре раза. Волонтеры-школьники утверждают, их старшие коллеги все схватывают на лету. Они очень быстро всему научились, и программу, которую мы примерно запланировали, они за один урок выполнили, и теперь мы работаем с ними, и задания, которые им уже конкретно нужны, лично. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Обучение поможет серебряным волонтерам пройти регистрацию на сайте Добровольца России, а в дальнейшем участвовать и в других социальных проектах по всей стране. В августе серебряные добровольцы поедут на молодежный форум ИВЛГА, а значит, там могут появиться новые проекты, развивающие взаимосвязь между поколениями. Артем Устинов, Григорий Плешаков, События. Михаил Мельник выиграл две серебряные медали на чемпионате Европы по прыжкам на батуте. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не сыграет в Кубке Федерации. Об этом, а также о том, как с пользой для здоровья провести выходные, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите Самарские новости спорта. Старт велосезона намечен на субботу. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не сыграет в Кубке Федерации. Михаил Мельник. Двухкратный призер чемпионата Европы по прыжкам на батуте. Самарский гимнаст Михаил Мельник в командном турнире чемпионата Европы завоевал серебряную медаль. Золото у сборной Белоруссии, бронзу у спортсменов Украины. Второй раз на вторую ступень пьедестала почета Мельник поднялся после выступления в синхронных прыжках с Сергеем Азаряном из Воронежа. В том же виде программы другой самарский спортсмен Андрей Юдин в финал не попал. В Баку за медали чемпионата Европы по прыжкам на батуте соревновались более 400 спортсменов. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пропустит матчи плей-офф мировой серии Кубка Федерации против команды Латвии. По заявлению президента Федерации тенниса России Шамиля Торпищева, он сожалеет, что в команде нет Касаткина, и она обычно удачно играет против Елены Остапенко. Но у Дарья небольшая травма. Ей нужно время, чтобы восстановиться, заявил Торпищев. За сборную России на соревнованиях выступит другая самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Встречи национальных команд пройдут выходные в Ханты-Мансийске. В выходные на площади Куйбышева откроется летний велосезон. Первый старт намечен на субботу в 10 утра. Дистанция 39 километров. Финиш в Курумыче. Участие бесплатное. После веломарафона велосипедистов ждут конкурсы, розыгрыши и презентации новых проектов. Вечером фильм в лесном кинотеатре. Возвращение в Самару на электричке. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 17 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин